Приветствую вас. Если говорить о причинах того, что вы описываете, то в основе лежит страх близости. То есть, по сути, недоверие на бытовом языке, на фитейском языке. То, что вы описываете, это элементарный страх близости или недоверие к себе. То есть, вы просто-напросто не доверяете самому себе. И, соответственно, не доверяете другим людям по этой же причине. Вот. И, собственно, вследствие этого у вас возникают проблемы в взаимоотношениях с партнерами. Значит, какова может быть причина недоверия к себе? Причина недоверия к себе заключается, ну, как правило, да, в том, что вы подавляете свои чувства, а вы не прислушиваетесь к себе, к своим чувствам. И, соответственно, вы их обесцениваете. То есть, вы обесцениваете себя. Вот. То, что с вами сейчас происходит, это рационалистическая позиция. То есть, позиция, это попытка. Попытка. Попытка рационализировать отношения. И, попытка находиться в этих самых отношениях, да, именно вот, рационализируя их. Хотя, на самом деле, рационализировать что-либо абсолютно бесполезно. Вот. Рационализировать что-либо не имеет абсолютно без собой никакого смысла, никакого основания, ну, просто в силу того, что это отношения, и они, эти самые отношения, они, ну, условно говоря, выстраиваются не разумом, а чувствами. Это страх быть слабым. То есть, для вас любовь, это быть слабым. Ну, вот, отношения, это быть слабым. Быть слабым вы боитесь. Здесь я, на самом деле, улавливаю, ну, лично я, да, я не говорю, что это вот действительно так, но лично я улавливаю здесь меня с кем-то из родителей. Вот, скорее всего, он, возможно, с вашим отцом, вот, и какой-то такой, может быть, привязанности к нему, к отцу. Вот. А, то есть, вы привязаны к своему папе эмоционально. Вот. Может быть, даже вы этого не осознаёте, но вы к нему привязаны. И, да, привязанность, она, что, собственно говоря, мешает вам во двумя других мышц, вот, например. Ну, а папа, соответственно, мотивировал вас на то, возможно, чтобы, что человек должен быть сильным, независимым, что нельзя полагаться на кого-то, соответственно, да. Вот. И это вам очень сильно мешает, ну, по жизни. Ну, это такая вот привязанность к отцу, да, и невозможность освободиться от его, ну, от его установок, от его установок, от его каких-то предписаний. Вот. А, то есть, у вас отсутствует такое, понимаете, женственное начало. Не в том смысле, что вы не женщина, или не в том смысле, что вы, там, не можете, например, быть, привлекательной, очаровательной, сексуальной, нет. А в том смысле, что вы не полагаетесь на свои чувства, и именно по этой причине вот такая вот такая вот проблема. Иногда подобную позицию называют ещё бесчувств. Ну, сценарий, такой жизненный, жизненный сценарий бесчувств иногда называют. Когда человек руководствуется, ну, в своей, в своей жизни, да, руководствуется именно не чувствами, а рациональными, пытается себя защитить. Ну, ну, постоянно, постоянно нашло, постоянно нашло, пытается себя защитить. Вот. То есть, человек не делает его себя в безопасности. Отсутствие безопасности, связанное с личными границами, с отсутствием личной границей. Что является уже, как бы, следствием того, что вы себе не доверяете. Любой человек, который себе не доверяет, имеет проблемы с личными границами. То есть, он, в некоторой степени, идеализирует отношения. Насчёт, ну, в каком смысле, да, идеализирует. В том смысле, что, по его мнению, отношения должны быть либо идеальными, то есть, которые соответствуют его идеалистическим представлениям о них. Либо, эти отношения должны быть, ну, никакими. То есть, они никакими, никакими не должны, не должны быть. Понимаете, такая штука. Вот. И, соответственно, соответственно, ну, вот, как бы, возникает такая проблема. Такая проблема. Надо сказать, что потребность безопасности является абсолютно естественной, абсолютно нормальной. Это абсолютно норма, абсолютнейшая норма. Вот. Ну, естественно, что вам нужна помощь в обретении этой страны безопасности. И для этого нужны правила. Для этого нужны правила. Вот. Для этого нужны правила, которым бы вы следовали. И, опять же, правила ориентируются на, на ваши числа. И, соответственно, что вы можете делать для человека. А что вы не можете делать для человека. что вы хотите делать для человека, что вы не хотите делать для человека, вот. Что вы готовы сделать, что вы не готовы, вот. Когда у вас возникают именно какие-то вот ожидания, когда вы начинаете чего-то ждать от, ну, партнёра своего, да, вот. То есть это такие вот аспекты. И именно в этих аспектах, в направлении этих аспектов, и нужно работать с вами, вот. Чтобы, с одной стороны, вы определились с мотивацией, для чего вам отношения нужны вообще, с какой, ну, с какой целью вы хотите строить отношения, да, для чего вы их устраиваете. С одной стороны. И с другой стороны, чтобы, вот, определить, а какая же вы в отношениях. Понимаете? Так, меня волнует тот, что я не могу раскрыть себя в отношениях, в противобаленном полном и определять свои чувства. Ну, вы, опять же, да, вы боитесь. Страх. Так, что в данном случае это вопрос сверхмотивации. То есть я почему-то сверхмотивирован на то, чтобы раскрывать свои чувства. Для меня это очень важно, и поэтому я не могу. Сверхмотивация зажимается. Ощущение, что если парень почувствует мои чувства, то он использует это и будет манипулировать много. То есть здесь, во-первых, имеется какой-то негативный, по-видимому, травматичный опыт для вас, который вы, ну, проецируете как-то вот на других людей, да, то есть вот кто-то, наверное, вас использовал по наивности. Теперь вы, значит, получив травму, да, вот, в результате, ну, в результате этого, в результате этого происшествия, получив травму, вы теперь, соответственно, соответственно, не можете, там, условно говоря, никому доверять. То есть вам это, ну, тяжело. Вот, опять же, в этом смысле вас можно понять, да, в этом смысле, в этом смысле, можно понять. Но-о-о-о-о-о-о-о-о, скажем-что-так, травма, если она есть, то ее нужно все-таки проработать. Что бы она не влияла, ну, что бы она не влияла на вас, что бы она не влияла на ваши, на ваши самочувствия, на ваши состояния, чтобы она не оказывала влияние на восприятие других людей, да, вот, и так далее. То есть это всё очень важная история, важная в первую очередь для вас, вот. Дальше вы говорите о том, что он будет манипулировать мною. Казалось бы, ну такой нетипичный, конечно, да, нетипичный, но страх есть. Мною будет манипулировать, казалось бы. Но, почему именно, почему именно манипулировать? Вот, откуда вы взяли именно манипуляцию? Почему вы выбрали именно манипуляцию? Для, ну, для себя, да, почему? Вот, т.е. именно, вот, именно манипуляция у вас имеет место быть. Т.е. это как бы пришло к вам не случайно. И, как правило, как правило, за страхом часто лежат наши желания. Что означает, что вы в некоторой степени хотели бы, чтобы вами манипулировали. Вот, вы хотели бы, чтобы вами манипулировали, вы хотели бы, чтобы, там, грубо говоря, за вас кто-то не соответствовал. Ну, другой, кто-то другой не соответствовал. Вот. И, опять же, это связано с тем, что сейчас вы пытаетесь контролировать, по-видимому, слишком большие пласты своей жизни. Вот. Я в этом, это все из области предположений, конечно, но, как бы, как доказывает моя практика, да, и вот, с учетом того, что вы написали, ну, это вот такие наиболее, наиболее распространенные, скажем так, варианты. Вот. Дальше. Так. Либо потеряет интерес, так как уже добился расположения. Да, вот здесь у вас есть, у вас, здесь у вас есть потребность во внимании. У вас есть эта самая потребность во внимании. Вот. И надо сказать, что она появилась, эта потребность, да, появилась как бы не случайно. Ну, вот. То есть, вы не чувствуете себя, ну, опять же, до конца значимой. Вы, вы себя сами не чувствуете до конца значимой. Это очень важная история, очень важный момент, и с этим важным моментом нужно обязательно работать, да. То есть, почему вы боитесь, что к вам там, грубо говоря, пропадет интерес. Вот. То есть, это такой аспект, который нужно исследовать. То есть, что будет, если вот к вам, к вам пропадет интерес. Ну, пропадет интерес у мужчины, ну и что. Если у него интерес пропадет, значит это, что вы, там, к примеру, да, плоха. Нет. Это значит только то, что, ну, мужчина не ваш. И если у вас есть к нему чувство, если эти чувства, ну, ну, условно, там, настоящее, да, если это искреннее чувство, нацеленное и направленное на него, то, то, ого, вы примите его выбор, вы примите его позицию и все. А вы не можете этого сделать. То есть, вот вопрос здесь именно в этом. Именно в этом. Что за чувство, как, в каком контексте вы воспринимаете своих партнеров, ну, своего партнера, да. Так. Дальше. Я понимаю, что из-за этого половине будет не хватать на их чувства, где внутри из-за страх полюбить и стать зависимым от человека. Ну, опять же, да, зависимость это не свобода, а слабость, тут неуверенность в себе и, вероятно, низкая сумма оценка. Более, мне кажется, что вы все-таки хотите, вот, ну, зависеть от другого человека, да, но запрещаете себя, вот, во всем, вообще, совсем запрещаете себя. Хотя, на данном деле, ничего, как бы, плохого-то в этом нет, потому что вы зависите, ну, можете зависеть в чем-то, в чем-то от другого человека. Так, что это такая вот достаточно важная история, достаточно важный момент, и на него, да, нужно обратить внимание. Вот, вам, вам нужно обратить, обратить на него внимание. Вот, в принципе, в принципе, то, что я хотел вам сказать. Вот, в принципе, то, что я хотел, может, вам ответить. Вот, вот. Скорее всего, скорее всего, раскрытием не происходит, раскрытие чувств, да, раскрытия себя происходит не только, точнее, не раскрытие себя, не раскрытие себя происходит не только в отношениях с молодыми людьми, но и вообще. Вот это подавление своей вот женственности, это подавление своей женственности. То в свою очередь, в свою очередь, говорит о том, что вы в своем виде в ладах со своей мамой, вот, либо вы привязаны, либо вы отдалены с нее достаточно сильно были, либо она у вас слишком такая вот авторитранная, либо вы со своим папой были близки, либо просто неудача и негативный опыт отношений, что опять же нужно как бы осматривать и прорабатывать, вот, тут и обиды, тут и какие-то мысли, да, то есть травмы, ну травмы, разрушение, так сказать, причинно-следственных связей в мире, окружающем вас. Вот, вот так вот, ну, за такой серьезной проблемой вы ей предоставили достаточно мало информации о себе, да, поэтому сказать так более, ну, более подробно НИМ нет возможности, нет возможности. Надеюсь, вы выберете себе эксперта и поработаете с НИМ на эту тему, на эту тему. На этом все, я надеюсь, что помог вам, если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучше. Я желаю вам всего самого доброго и удачи! Субтитры создавал DimaTorzok